Все мои адекватные друзья далеко уже давно пересели с яблока на другие смартфоны А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать Я купил ноут, но я решил его не менять, потому что я в нем уверен И в конце тебе нахрен оторвают руки, и твоя квартира загорается, и ты умираешь вместе со всей своей семьей гребаной, потому что у тебя не хватило мозгов, дебил, блять Сложно поспорить, что компания Samsung великая компания, и компания гигант, которая в принципе очень сильно, наверное, перебздела, а может быть сначала не воспринимала всерьез такой достаточно большой фейл Не взрываются, 33 градуса, на солнце он у меня лежал, и ничего с ним не случилось Саш, еще как взрываются, взрываются, и вот это тому доказательство Просто так, многомиллиардная компания, которая понесла очень сильные убытки, хотя закрыла квартал якобы в хорошем тоне, в хорошем плюсе Она понесла очень большие убытки, и просто так телефон, а точнее целую линейку телефонов не отзывают Еще как взрываются, Саш, вместе с твоим пуканом И сегодня практически всем владельцам Galaxy Note по всему миру прилетело обновление Если ваш Samsung попадает в дату выпуска бракованных устройств, то на экране вы видите следующее И после того, как это произошло, соответственно, надо было что-то предпринимать И дабы избежать исков, законодательство США, где рынок, скажем так, Samsung достаточно велик Умеет, может и практикует предъявление определенных претензий, в том числе и финансовых К другим компаниям, то есть вообще к компаниям в частности То есть компания Samsung, обезопасив себя обновлением и лишив пользователя, который купил устройство, прошу прощения, за тысячу с лишним долларов США Логично предположить Тем, что компания Samsung месяц назад выпустила определенную фичу в прошивке, которая тормозит зарядку вашего аккумулятора, друзья Ну да, она обезопасила пользователей Она в первую очередь обезопасила себя от многомиллионных исков, повторю Но это не выход из ситуации Что же дальше придумали они? Давайте посмотрим Здесь все обновляется Здесь на все приходят обновления Саш, ты уж определись, обновляется или не обновляется Вроде как обновляется Я часто веду с тобой беседы И вроде как твой Galaxy Note 7, который будет до того, как ты его отдал по обмену, возврату и тому подобным вещам Вроде как обновлялся Но, друзья, давайте подумаем Устройство за тысячу с лишним долларов И вот такое Который мне просто нафиг даром не упал Потому что, смен, сосет Для тех, кто скажет, что Snapdragon это true и все супер круто Я поясню Snapdragon выполнен на 20-22 нанометровой технологии Exynos выполнен на 14 нанометрах Он мало того, что не греется вообще Так он еще и более энергоэффективен Не так давно некоторые пользователи в интернете говорили, что Exynos гораздо лучше Snapdragon Но является ли это первоочередным моментом при выборе устройства к приобретению и, соответственно, к последующим использованию Да, многие говорят, что вот это так, как вы сейчас только услышали Но зачем, если получился фейл И если ты дорожишь своим здоровьем Почему бы просто не отдать устройство и не забрать деньги? Нахуй! Это туда! Я посмотрел вчерашний ролик Александра про распаковку Samsung Galaxy Note 7 В замененной партии, которая якобы доотзывная Ну, вроде как нормальная Я так и не понял, она нормальная, ненормальная Но если ваш Samsung Galaxy Note произведен в Китае И здесь у него сзади написано Как бы так показать И здесь у него сзади написано Made in China А не Made in Vietnam, Made in Korea То вы можете не переживать Потому что в 99% случаев у вас там будет стоять китайский аккумулятор Произведенный китайской фирмой И в этот раз китайцы не подкачать Но в итоге у меня сложилось мнение Что Саша все больше и больше нам прививает Мысль о том, что Samsung единым В принципе человек должен быть доволен И пользоваться только этими устройствами Если выбирать в верхнем сегменте из брендов А Это те устройства компании Samsung Компания Apple Компания HTC Компания LG Компания Motorola И так далее Смотрите-ка, что у меня есть Целых две коробочки Galaxy Galaxy Note 7 Объяснив это своим предпочтениям Но друзья Если ты так любишь Samsung Который якобы такой крутой И модель действительно получилась неплохая Но проблема в том, что она получилась слишком горячей новинкой У Apple уже было У Apple уже было Тупые школьники И честно, мне не совсем понятно Мнение именно тех андроидов Андроидоводов И нотоводов Именно тех людей, которые пользуются Galaxy Линейкой Galaxy Note Из года в год Саша является таким пользователем То есть он действительно пользуется С первого устройства До сегодняшнего дня Но увы Компания Samsung Которая бежит Впереди всех И вся Впереди паровоза Сказали бы на русском языке Допустила на каком-то этапе ошибку И сначала не хотела ее Воспринимать как действительно ошибку И мне как бы фиолетово Что сейчас Android 7 на рынке А сюда Android 7 подтянется Только к Новому году Но проблема вся в том, что Ошибка действительно случилась И эта ошибка Очень большой фейл Очень большой фейл Который компания В принципе Грамотно использовала То есть грамотно Из нее выходила Из этой ошибки Сначала путем блокировки Того или иного Соответственно софта То есть не софта А чтобы на уровне прошивки Устройство не Не заряжалось больше определенных процентов То есть чтобы батарейки просто Не взрывались Потом на уровне Давайте вы принесите нам Мы поменяем вам на нормальные Но вся проблема в том, что Даже после того, как поменяли на нормальные По словам Александра Хейтеры У которых сила великая Такая вот прям Прям заговор То, что я отказываюсь от претензий В случае чего Если что-то взорвется Не боюсь ли я, что у меня что-то взорвется Нет, я же не конченый дебил Извините меня И эти хейтеры сделали так, что Компания Samsung Нахрен свернула всю линейку Galaxy Note Остановила Хотя, подождите Она ее не остановила Она просто ее убрала с продажи Остановлены производства Убраны товары с витрины Убраны коммерческие предложения в магазинах Убраны стендовые образцы Убрана реклама А это очень-очень-очень Прям пиздец, как очень много денег Samsung говно Друзья, для чего я пишу это видео Это видео я пишу только потому, что Это мой высер, если хотите Либо это мое мнение На неоднозначное Точнее, однозначное мнение Александра А таких, как Александр У нас, увы, очень много Потому что Всегда была эта битва Android или с iPhone iOS или там Тра-та-та И проблема вся в том, что В голове лежит Только то, что Если я пользуюсь Допустим, если я ем черный хлеб То белый хлеб говно И не покупайте его И только мой черный хлеб Best Of the best Производство пока что на паузе Производство не прекращено Не закончено Саш, тебе Я тебе поздравляю с новым устройством Искренне тебе желаю Чтобы у тебя было все с ним хорошо И ты нам говоришь, что Компания Samsung Очень сильно извиняется Перед своими покупателями Своими клиентами И дарит ништяки Мне напоминает Это случай Когда в 2011 году У компании Apple Были проблемы с антеннами На своих устройствах На iPhone 4 и 4S Они выдавали бесплатно бамперы Которые так стоили Там в районе 15-20 долларов Сейчас ты говоришь, что Дают зарядки В нашем случае Точнее в твоем случае Дали зарядку беспроводную И это хорошо Потому что Если бы они ее не дали И не дай бог что-то случится Потому что лучше дать зарядку За 3,5 тысячи рублей А не 5, как ты говоришь Это гораздо лучше Чем заплатить многомиллионный иск Одному В Америке действует прецедентное право Друзья А если вы не знаете Что такое прецедентное право Погуглите Если хотя бы один случай От одного пользователя На случай Сгоревшего Galaxy Note 7 В машине В квартире В руках Или еще что-то Будет удовлетворен судом На территории Соединенных Штатов Америки То потом На основе этого прецедента Будут выноситься Точно такие же решения Вы представляете Сколько денег Заплатит такая большая компания Как Samsung У нее денег много Да, миллиарды долларов Но Они этого Испугались Не побоюсь этого слова Они сначала не придали Этому внимания Потом они сделали Окей Нас взрываются Давайте поменяем Проблемы в аккумуляторе Но проблема на самом деле Не в аккумуляторе Проблема в том Что до сих пор Компания Samsung Не знает Какая у них проблема В этом-то вся и проблема Что они не знают Великая компания Samsung Не знает В чем у них проблема То есть это Беспроводное Зарядное устройство Еще раз Производство Samsung Galaxy Note 7 ЗА Кры То Для тех Кто не понимает Еще раз По слогам ЗА Кры То Не остановлено Не приостановлено Не ведет проверки Они до сих пор Не могут понять Должно пройти Определенное расследование После чего Будет это как авиакатастрофа То есть Полгода год И только потом Нам скажут Что же произошло не так Мы до сих пор Ни мы Ни вы Ни я Никто Не знает Что случилось Я не удивлюсь Если к тому Чтобы вывести Samsung с рынка Руку приложили Другие компании Потому что Ну выпустить Идеальное устройство Согласитесь меня На наше время Почти невозможно По поводу заговоров Саша говорит Что не удивляется Если И не удивится Если выяснится То что Это все Происки конкурентов И Масонский заговор Сделал так Что линейку Note 7 Самую успешную В мире И самый идеальный Телефон в мире По крайней мере Для него Вывели С рынка Таким вот способом Друзья Но это абсурд Заговор Не существует Хотя Кого я обманываю Заговор существует И масоны Тоже существует И вообще Мы все под колпаком Будьте внимательны И заклеивайте Свои Камеры на ноутбуках На смартфонах На планшетах Устройство возобновят Я надеюсь Что устройство возобновят В продаже Вы не замечаете Что компания Samsung Постоянно повторяет От компании Apple Что нам ждать В следующем году На Galaxy S8 И S8 Edge И если будет Линейка ноут От ноут 8 Я 100% уверен Там будет присутствовать Точнее Отсутствовать Аудиоразъем Который сейчас Все хейтят Якобы его отсутствие В новом Айфон 7 Пиздец Как мешает Заряжать устройство И слушать музыку Одновременно Друзья Я например Никогда не заряжаю Устройство И не слушаю музыку Одновременно И таких как я Большое количество людей Точно такое же было В момент перехода От USB До USB Type-C Этот процесс Проходит Действительно сейчас Точно такое же было Когда Переходили От 30-пинового Коннектора К 8-пиновому Лайтнингу Молнии Который сейчас Используется Компанией Apple Во всех своих продуктах Все рали На хера Это не надо И так далее И тому подобное К чему пришли сейчас Весь мир использует Это индустрия Это законодатель Скажем так Компания Apple Во многом Тоже повторяет Ресурсы Точнее Во многом Копирует То что допустим Наработано Вообще Потому что Вообще в мире Потому что компания Apple Отстает Примерно на полтора года Именно во внедрении Этих технологий Я сегодня Щупал Айфоны Седьмые Говно Говнищ Такого Говнища Я нигде не видел Проблема вся в том Что черные Айфоны 7 и 7 плюс Не взрываются Саш А Джетблейки Взрываются Как-то так Я Когда вы приобретаете Допустим Вы идете Предположим Чисто гипотетически Вы идете в магазин Ну к примеру Для того чтобы Пощупать Точнее купить А не пощупать Как сказал Саша Кусок мыла Вы выбираете Между хозяйственным Туалетным И крем мылом К примеру Да Вот три позиции Всегда пользовались Хозяйственным Мыли ноги Стирали одежду И наступил 21 век И существует Туалетное мыло А наступил 2010 год И существует Появилась Продажа Как сказать правильно Крем мыла Крем мыла Который пользуется 70% покупателей И нравится им это Но так как Вы привыкли К тактильному ощущению Хозяйственного мыла Вы говорите Что Туалетное мыло А тем более Крем мыла Которое стоит В принципе Дешевле Иногда Чем хозяйственное Хотя я сейчас масля-масляное Говорю То есть На основании Только того Что ты потрогал Устройство И тебе показалось Что оно хуже Делать такие выводы Кто здесь хейтер Эй Сашка Как бы Я пощупал сегодня Айфоны Я пощупал сегодня Моторолы Я пощупал сегодня Виво Ничего Вот реально Лучше Чем Ноут Нету Вы знаете Сколько продается Айфонов В мире Если вы не знаете То посмотрите Ежегодную презентацию Которая проходит В сентябре И мы В частности С Александром Часто делаем На ней Трансляции И там Компания Эппл Отчитывается О своих продажах И каждый Айфон Продается С геометрической Прогрессией Больше Чем предыдущее Поколение Компания Самсунг Великая компания Такая же Может быть Даже Больше И лучше Чем компания Эппл И в частности Делает устройство Может быть Даже и лучше Чем компания Эппл Но Называть Людей Которые высказывают Свою точку зрения Дебилами Ну Тут по крайней мере Кто-то действительно Применяет Хейтерские Способы Пиара Своей личности Я Люблю В кавычках По-братски По-мужски И уважаю Александра Мордынского Его труд Его видеоблогинг И его заслуги Перед Отечеством В частности Это человек Который Действительно Свои Неполные Свои Чуть выше 24 года Ему по-моему 25 лет Сделал Действительно Уже много За последние Даже 4 месяца Он уехал в страну И живет сейчас И в принципе Имеет право Говорить Школьникам О том Что Они полоумные В плане того Что у них Просто не хватает Образования И не хватает Жизненного опыта Но Называть Определенное Количество Людей Которые Приобрели Себе устройство Которое Повторюсь Дешевле Чем Самсон Галакси Но 7 Стадо Дебилами И которые Высказывают Свою позицию В интернете Мне кажется Тоже неправильно Ущербные Дебилы По поводу Оптимизации Софта Чем мне Всегда нравилась Компания Apple Я не являюсь Яблофоном Я сейчас Пользуюсь Вот таким Телефоном Это HTC Двухлетней давности Даже практически Двух с половиналетней Давности И проблема Вся в том Что У компании Apple Если выходит Новая операционная Система Которая Выходит Раз в год Потом Выходит Какие-то Дополнительные Дополнения К этой системе Исправления Да Не без проблем У нее Все Последние Три года У компании Очень большие Проблемы С производством Точнее С выпуском iOS С своей Операционной Системы Но смысл В том Что У андроидов Все очень просто Есть компания Есть компания Google С их Линейкой Nexus В прошлом И пиксель В настоящем Которая Выпускает Эталонные Девайсы Куда приходят Это всего лишь Две модели Устройств Раньше было там Тоже две Ну чуть больше Устройств Там еще Моторова Подтягивалась Как бы Со своими Смартфонами Но проблема Вся в том Что Андроид устройств Много Вендоров Производителей Много И компании Которые Производят Брендовые Эй бренды То есть Компания Samsung Которая Производит Свои флагманы Даже Они Не будет К Зиме Этого года Андроид 7 Для Galaxy Note 7 Или Galaxy 7 Или 7 Edge Не будет Потому что Они не спешат Выкладывать Новое Программное Обеспечение Для своих Смартфонов Быстрее Сделают Ромоделы На 4PDA И XDA Соответственно Форумах Быстрее Выпустят Новое устройство С9 Или С9 Плюс Или еще Что-либо Чтобы забыть Забыть эту проблему С Galaxy Note 7 А проблема На самом деле Есть И она Большая Она До сих пор Никуда Не исчезлась Потому что Очень большое Количество Аппаратов На руках Так вот Проблема Программного Обеспечения Если сравнивать Samsung И сравнивать iPhone Она Гораздо Лучше Решается На iPhone И что Касается Политики Возврата Устройств От компании Apple И от компании Samsung Я часто Сталкиваюсь С возвратом Бракованных Устройств В частности Айфонов Как это происходит Если вы Обращаетесь Непосредственно В App Store Где покупали У вас есть Чек И вы Хорошо Знаете Язык Если вы За границей Соответственно В России Официальных App Store Нету То Вам В принципе Практически Всегда Не отказывают Тут же Вам меняют Девайс И выносят Новое устройство Потом Забирая Старое Соответственно Они как-то Его восстанавливают Потом Проходит Снова Продают Но друзья Компания Samsung Заставила Александра Мартынского Своего Очень Большого Фаната Ждать Практически Месяц И то Если бы Неопределенные Обстоятельства Могло бы Случиться Так что Он не получил Он получил бы Обратно Деньги Но я Очень Счастлив Еще раз Повторяюсь Что он Получил Устройство И очень Переживаю За него Что с этим Устройством Ничего Не Произошло Для меня Лучше Действительно Для каждого Человека То чем он Привык Пользоваться Это идеал Для кого-то Это потолок Xiaomi Для кого-то Это потолок Meizu Для кого-то Это потолок HTC Для кого-то Это потолок iPhone Ну а для Великих людей Как Александр Мардынский Это конечно же Galaxy Note 7 Я не побоюсь Этого слова Это действительно Уникальное устройство Которое Уже вошло В историю Как устройство Которое Просуществовало Ровно 70 дней На рынке С момента Презентации И поступления В продажу До его Фактического Уничтожения Происки конкурентов Фатальная ошибка Компании Или же Честно сказать Просто Фейл Это уже Нам покажет Будущее А сейчас Надо просто Внимательно Следить за Развитием Событий Подпишитесь Обязательно На наш канал Если такой ролик Вам зашел Если такой Комменты Которые высказывали Сейчас вам Нравятся Обязательно Напишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу Если же Не нравится То же Напишите в комментариях Обязательно Подпишитесь На Сашку Ссылочка Будет в описании Обязательно Подпишитесь На меня В социальных сетях Тоже ссылки Будут в описании Если вы Все-таки Хотите Приобрести Samsung То приобретайте В официальных Сервисов В официальных Представительствах В официальной Магазине Интернет Магазине samsung для того чтобы это не искали и не напоролись на серые поставки я тоже ссылочку оставлю на официальный магазин в описании под этим видео друзья как хотелось бы наверное завершить это тем что большое спасибо что посмотрели на видео до конца с вами был павел с канала гаджет мания вам был александр мордынский обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал пользуйтесь самсунгами пользуйтесь айфонами высказывайте свои точки зрения и пожалуйста не будьте хейтерами пока пока